И даже в таком юном возрасте они уже знают, что такое портфолио, снапшот и как проходит кастинг. А все потому, что эти девочки и мальчики решили проявить себя в модельном бизнесе. Неделю попробовал, мне понравилось, были достаточно хорошие фотографии. И в целом, говорили, у меня лицо подходит к глазам, и вот я понял, что мне нужно дальше продвигаться. Продолжаю ходить на какие-то кастинги, также многочисленные показы. Осенью я лечу на неделю моды в Милан, и надо тоже как-то себя проявлять, чтобы кто-то там заметил. Не по-детски серьезно, участники кастинга и их родители планируют свое будущее в модельных агентствах мирового масштаба. Однако модель такого уровня должна соответствовать строго установленным критериям отбора. Возраст не так важен, важен рост, потому что ребенок может быть 9 лет и 150, а может быть 9 лет. У меня есть девочка в агентстве, у нее 9 лет и рост 124. То есть она очень маленькая от своего возраста, и как раз благодаря этому она и поработала для Армании. Основные параметры – это рост 116-140. Самая востребованная ростовка как в Италии, так и в России – это 128, как правильно. То есть 128 снимают практически все бренды. Очень востребованный европейский типаж. Рыжики, конечно, в приоритете, и все заказчики сейчас очень хотят рыжих детей. Детская мода – это не только про внешние данные. Это скорее про целеустремленность и терпение, а еще больше про везение, поскольку не у всех даже красивых и харизматичных получается выйти в топ. Сейчас настолько вот эта вот конкуренция выросла, что очень сложно вообще в принципе ребенку попасть в Италию. Появилось очень много детей, и чтобы ребенок попал в Италию, так в принципе должна быть большая работа и агента, и родителя, и самого ребенка. Если говорить об уровне развития детского модельного бизнеса, то количество специальных агентств и качество проведения фотосъемок говорят сами за себя. В России конкретно сейчас, мне кажется, зайти в любой класс, и везде есть ребенок-модель. Раньше такой ситуации не было. Сейчас появилось очень много фотографов, очень много дизайнеров здесь, там студии открываются. У нас это действительно развито. Но если говорить о уровне съемок, о условиях, на которых дети работают, то, конечно, в Италии очень многое вообще выше нас. Бывали истории, когда прислали одни фото, а приходит вообще непохожий ребенок, и снимали со съемки. Поэтому очень важно иметь также хороший, естественно, материал, снятый на обычный айфон. Если ребенок красивый, и если у родителей есть возможность выезжать в другой город, то я думаю, что все должно получиться. По крайней мере, очень много сегодня было красивых деток, очень много было ярких деток. И я думаю, что у них у всех все получится. Полноправными участниками всех этих кастингов и фотосессий можно назвать и родителей. Кстати, специально для них Анна Михайлова поделилась советами и лайфхаками, как более грамотно составить портфолио для международных агентств. Все проходило в формате дружеской беседы. То есть все вопросы, которые нас интересовали, мы задавали, нам все отвечали, просматривали материал, который мы с собой принесли. То есть, в принципе, очень информативно и полезно. Я очень многого не знала. То есть очень много было, оказывается, ошибок именно во время съемок, что все-таки лучше прислушаться к стилисту, самой ребенка не одевать, не красить. Все-таки должны этим заниматься только профессионалы. И фотографы тоже, конечно, лучше ездить к топам, профессионалам. За день работы в Челябинске кастинг прошли около сотни детей. Из них в базу данных попали только трое. Получат ли они контракты – это тоже вопрос. А пока есть шанс хотя бы один на сто тысяч, все же существует надежда стать частью этой глянцевой истории. Субтитры создавал DimaTorzok